Всем привет! Сегодня у нас будет урок теории, и сегодня поговорим про разнообразие шрифтов. Итак, у нас в нашем мире, в современном, дигитальном, да, цифровом, существует огромное количество различных шрифтов. Я как-то раз уже про это говорила, что это у нас там ученые, в том числе ученые из Германии, пытались эти шрифты как-то классифицировать на группы, ну, классифицировать на различные группы маленькие, или даже не маленькие, да, и было такое дело, что пока они делали эту классификацию шрифтов, вышла куча-куча других новых шрифтов, которые, можно сказать, не могли отнести только к одной какой-то группе, то есть были шрифты, которые можно было отнести и в одну, и в другую группу. Конкретно про эти группы я расскажу в другой раз. Сегодня мы поговорим про те самые шрифты, которые, про те самые классификации группировки, которые более-менее, так сказать, подходят к нам, к настоящему нашему современному миру. Первая группировка, первое, как разделение шрифтов, это у нас шрифты для стандартного текста и шрифты красивые. Давайте сделаем примерчик такой небольшой. Это у нас программка InDesign, про нее, как мы тоже начнем говорить попозже, да, уроки про нее будут тоже, конечно же, потому что мне нравится эта программка. Значит так, мы сначе вставляем шаблонный текст, давайте все-таки не шаблонный текст, давайте какой-нибудь текст, который будет иметь смысл. Текст, который имеет смысл, да, текст, просто текст, текст. А вот, допустим, Википедия у нас есть, и в Википедии мы возьмем немножечко вот этого текста. Вот это вот мы, значит, скопируем, Ctrl-C, Ctrl-V сюда вставляем. Вот это наш текст, да. И такой же самый текст, вот этот вот текст у нас написан шрифтом Minion Pro. Это у нас самый такой стандартный шрифт, он легко читается, он используется довольно-таки часто, и вот в таком формате его читать довольно-таки простенько. Мы вот этот текст копируем, и вот второй такой текст, вот этот вот кусочек, мы сделаем красивым шрифтом. Красивый какой-нибудь шрифт выберем мы, выберем мы, какой бы нам выбрать красивый шрифт. Но если, допустим, вот такой шрифт возьму, да, который узорчатый, так сказать, да, то тут можно сразу понять, что вот то, что у нас с правой стороны, это читается очень сложно. То есть с левой стороны читается гораздо проще текст, чем то, что мы сейчас видим справа. Давайте возьмем какой-то текст, который вроде бы красивый, да, но при этом еще и кажется, что читается должен легко. Так, допустим, допустим, как красивый текст, красивый текст, ну, конечно, вот этот очень сложно читается, это сразу видно. Господи, где у меня есть текст, который вроде бы должен быть хорошо читаться, но при этом вроде как красивый. А, знаю. Давайте вот здесь мне где-то такой должен быть текст. Вот. Мангофонд. Вот этот вот, да? Мангофонд. Этот шрифт у нас бывает используется для перевода манги. Так, давайте мы его полностью покажем, чтобы вы его видели, да? Вот это все оно. И вот сейчас, допустим, сделаем такой небольшой тест для вас. Вот у нас есть текст справа, текст слева и текст справа. Вот остановите сейчас видео на паузу, возьмите секундомер и попытайтесь засечь время, за сколько секунд вы почитаете один и другой текст. Я уверена, что у вас вот этот текст вы почитаете гораздо быстрее, чем вот этот текст. Почему так происходит? Дело в том, что когда создавался вот этот вот шрифт, да, вот этот вот скучный, некрасивый, однообразный, вообще какой-то ленивый, как сказать, да, шрифт, да. Когда создавался вот этот вот шрифт, там у нас применялись все, как бы, фишки, которые нужны для удобочитаемости шрифта. То есть те, кто создавал вот такие вот шрифты, они профессионалы. Они настолько профессионалы, что они знают каждую милиштукенцию вот этого шрифта. Они знают, как сказать, психологию нашего мозга, они знают физиологию нашего глаза, они знают все до малейших деталей и знают, как сделать шрифт такой, чтобы он читался максимально легко и удобно. Те, кто создавал вот этот вот шрифт, они больше такие, знаете, как они называются, которые кунстри-кунстри, они больше художники, да, они больше хотят красивую картинку получить, нежели чем хорошую читабельность текста. И кажется, что вот этот вот, вот такие вот шрифты, какие-то такие, ну, после того, как мы вот это все разжевали, да, кажется, что вот такие вот шрифты совсем и не нужны. Но вот такие шрифты, они очень нужны, особенно, когда мы пытаемся сделать какие-то плакаты. Плакаты, заголовки, красивые логотипы. Вот во всех вот этих вариантах, где у нас немножко текста, буквально там одна-две строчки, вот в таких вариантах красота текста, красота шрифта, она нужна. Именно для этих вариантов создаются вот эти вот красивые шрифты. И напоследок хочу также сказать про такую книжку, которую нашла в библиотеке, называется Тюпо Скаут, то есть она поисковик шрифтов. Она написана была американским писателем Тимоти Самара, я ее нашла в немецкой библиотеке, и да, тут у нас этот автор, он попытался рассортировать шрифты по настроению. То есть ученые пытались сделать классификацию шрифтов по их физическим свойствам, то есть, допустим, есть засечки, нет засечек, они более письменно нарисованы, более округленно нарисованы, вот такому способу они пытались рассортировать. А этот автор, он просто-напросто решил расфасовать все шрифты по настроению. Допустим, мы открываем какую-нибудь страницу, тут у нас элегантные, да, допустим, вот это у нас элегантные шрифты, и также присутствует еще и цветовая схема, которая подходит к этому, к настроению элегантность. Там есть какие-то дружелюбные шрифты, злобные шрифты, там, индустриальные шрифты, которые к этой эпохе подходят, ну, еще в таком духе. Вот это, допустим, экстремные какие-то, не знаю, что они означают, экстремные, ну, в общем, вот это он посчитал экстремными шрифтами. Эту книжку я нашла в формате PDF на русском языке, я ее выложила в нашу папочку в Google Диск, ссылку оставлю под описание к этому видео, и здесь у нас, давайте лицо поменьше сделаем, чтобы это все было видно, да, так, лицо, делаем меньше, значит, на Google Диске вот это вот штукенция, Тимоти Самара, включаем его, и вот это у нас книжка на русском языке, поначалу там идет какая-то небольшая история про эти шрифты, различные структуры шрифтов, немножко теории все-таки должно было как-то впихнуться сюда, да, цветовая схема, а дальше пошел сам каталог, вот это, допустим, у нас какие-то шрифты, это у нас спокойные шрифты, спокойные, потом, по-моему, дружелюбные идут, спокойные цвета, потом дружелюбные, и так далее, и так далее, большой такой каталог как бы шрифтов, единственное что, русские, этим каталогом воспользоваться плоховато сможем, потому что большинство шрифтов здесь не имеют кириллицы, то есть большинство шрифтов, они чисто для американского пользователя, то есть даже немецкий пользователь, который, то самое, пишет текст с умляутами и эсцет, он этими шрифтами вряд ли сможет воспользоваться, потому что их там просто на просто таких символов нету, вот, но, в принципе, если вы какие-то заколовки пишете там на английском, то можете вот этим воспользоваться, Кроме того, это хорошо вам даст представление о том, какие шрифты вообще бывают Потому что у нас огромное разнообразие шрифтов Некоторые шрифты просто-напросто смешные и интересненькие Допустим, мы с сыном смотрели эту книжку И мы, допустим, нашли какие-то шрифты, где мы увидели чупа-чупсы Это чупа-чупс, да, либо знак Квейка Где-то кресты различные Был шрифт, где мы нашли какую-то схему, букву М из метро Какой-то там ещё Вот это, допустим, был похож на символ Бэтмена Есть у нас шрифты также вот такого плана То есть у нас какие-то не буквы, а просто-напросто какие-то узорчики В общем, чисто так посмотреть, как на какой-то сборник произведения искусства Тоже вот это можно Ну и интересно пролистать, посмотреть, что тут такое происходит Какие шрифты у нас создаются вообще в мире Вот, это всё у нас как бы каталоги красивых шрифтов Тут есть, конечно, шрифты и стандартные, которые для больших текстов хороши Но они тут представлены в очень малом количестве В основном это шрифты такие более красивые, более такие искусства Более художественные шрифты Вот, на этом, пожалуй, всё Значит, ссылочку я оставлю в описании под этим видео И да, я хотела сама как-то раз сделать подобное Какой-то подобный такой каталочек Но всё, что я сделала, это вот такой вот штукенцу Тоже находится в этой же самой папочке Тоже можете её зачистить Это то, что мы используем в нашей работе Когда мы переводим мангу Ну тут этот, вот этот вот штукенцу я создала в 2014 году И с тех пор ещё ни разу её не редактировала, не обновляла Когда-нибудь, когда-нибудь я это дело обновлю И обязательно я вам об этом расскажу На этом, пожалуй, всё Да, хватит, наверное, уже Если вы хотите, вы также можете создать собственный каталог таких шрифтов И поделитесь ссылочкой в комментариях Я буду очень рада посмотреть на ваши каталоги шрифтов Всем спасибо за внимание И до скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин